В России национальный траур. Березняковские казаки собирают средства для помощи пострадавшим от наводнения на Кубани. Городское кладбище вновь пострадало от вандалов. Неизвестные сожгли несколько крестов. Это новости на ТНТ в студии Елена Вавилова. Здравствуйте. Сегодня в России национальный траур. Страна скорбит по погибшим в результате ДТП на Украине и наводнение на Кубани. В аварии погибли 14 россиян, а стихия унесла жизни свыше 170 человек. Президент Владимир Путин подписал указ, в котором объявил 9 июля днем траура. В России отменены развлекательные мероприятия, на всех государственных учреждениях приспущены флаги. Березняковские казаки организовали сбор средств пострадавшим от стихии в Краснодарском крае. Пожертвования будут направлены в Крымское городское казачье общество Кубанского казачьего войска для справедливого распределения между пострадавшими от наводнения жителями города Крымска. Подробности у Евгении Кокшаровой. Эти кадры сняты на юго-западе Краснодарского края. В пятницу, 6 июля, на курортные города обрушились ливневые дожди. На регион выпало около 300 миллиметров осадков, что соответствует 6-месячной норме. К вечеру был частично затоплен геленджик. Однако главный удар стихии пришелся на город Крымск. Он в ночь с пятницы на субботу был практически накрыт потоками воды с гор. В этот момент люди спали, многие не успели спастись. Наводнение унесло жизни свыше 170 человек. Остальные остались без средств существования и крова над головой. По информации МЧС по Пермскому краю, наших земляков среди погибших нет. Однако, несмотря на это, березняковские казаки не остались равнодушными к чужому горю. Ну, это страшно, когда с часу ночи до 4 утра вода поднимается до 7 метров и сносит все в своем пути. Людей до сих пор находят. Мы постоянно созваниваемся с Крымском. Люди находятся в беде. Поэтому казаками принято решение помочь людям. В том, что у меня там живут родственники, в Крымске, город Крымск сейчас называется. Я сразу же в первые часы, с утра же позвонил в Крымск и узнал, значит, как обстановка. Помогите нашим братьям о крови и по несчастью. Каждый день с сегодняшнего дня до 20 июля посильную помощь от горожан будут принимать по адресу Свердлова, 84, в офисе строящего Синекола Дмитриевского храма, рядом с бывшим кинотеатром ИКАР. Там с часу до пяти принимают не только деньги, но и одежду, домашнюю утварь и медикаменты. Катерина Ильиных одна из первых откликнулась на призыв казаков. Мы все знаем, какая трагедия ужасная произошла на юге России. И все-таки решили оказать помощь всем пострадавшим. Посильную помощь, конечно, небольшую, но тем не менее. Хотели бы поучаствовать в этой акции. Сбор средств осуществляется через банковский счет, который вы сейчас видите на экране. 20 июля пожертвования будут направлены в Крымское городское казачье общество Кубанского казачьего войска для справедливого распределения между пострадавшими. На настоящий момент березняковцами пока собрано чуть более 15 тысяч рублей. Евгения Кокширова, Антон Бадагазин. Новости на ТНТ. Городское кладбище вновь пострадало от вандалов. В нашу редакцию обратились горожане и рассказали, что на некоторых могилах сожжены деревянные кресты и траурные венки. Репортаж Любови Бухариновой. Отгорелые остовы венков, почерневшие от огня кресты. Такая картина, по словам посетителей кладбища, появилась здесь совсем недавно. От рук неизвестных пострадали над гроби даже на центральной аллее Березняковского кладбища. Только на одном участке мы насчитали не менее 10 испорченных крестов. Кому и зачем понадобилось их поджигать, неизвестно. Люди, пришедшие навестить могилы, в шоке от этой картины. То, что здесь крадут оградки, многие уже привыкли. Но поджигать кресты – это просто кощунство. Ужасно отношусь. Что вы говорите? Я просто не знаю, что сделать. Рядом со мной отца обворовали. Фигурная была чугунная решетка, все украли. По словам сотрудников администрации кладбища, они не в курсе данных событий. Также не на камеру они признали, что виновных в вандализме бывает очень непросто найти, так как зачастую им становятся дети и подростки. Восстанавливать сожженное надгробие родным покойных придется за свой счет. Между тем, в отдел Березняковской полиции уже начали поступать сообщения о вандализме на кладбище. Если вы тоже узнали, что захоронения ваших родственников пострадали, обращайтесь в правоохранительные органы. За надругательство, уничтожение, повреждение мест захоронения предусмотрена ответственность сроком до трех месяцев, либо исправительной работы до года, штраф до 40 тысяч рублей. Если данное деяние совершено в группе, то предусмотрена ответственность лишения свободы до трех лет. Также, если вы обладаете информацией о том, кто мог совершить этот акт вандализма, сообщите об этом в полицию по телефону 02 или в нашу редакцию по телефону 20 16 20. Любовь Бухаринова, Антон Бадагазин, Новости на ТНТ. К другим темам. Управление пенсионного фонда начало принимать от работодателей города Березники расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательно пенсионное и медицинское страхование. Отчеты принимаются за первое полугодие 2012 года и сведения индивидуального персонифицированного учета за второй квартал 2012 года. Отчетная кампания продлится до 15 августа 2012 года в отношении плательщиков страховых взносов, нарушивших сроки предоставления отчетности, законодательство предусматривает применение штрафных санкций. Сломали, починили. Детский игровой комплекс во дворе дома номер 19 по улице Свободы снова открыт для детворы. Напомню, на прошлой неделе мы показали сюжет о том, что игровую горку снес автомобиль. По словам очевидцев, машиной управляла 10-летняя девочка, которую пустил за руль и ее дедушка. По каким-то причинам автомобиль перелетел через бордюр и врезался в игровой комплекс. Владелец Волги пытался с помощью троса поставить горку на место. Затем вместе с родственниками он залил опоры комплекса бетоном. Теперь игровая площадка вновь радует местных ребятишек. Мы с внуком часто сюда приходим, и ему очень нравится кататься на этой горке, вообще в этом городке играть. Поэтому очень рады, что отремонтировали. Краевую столицу посетил факел гармонии. Этот международный символ мира, добра и терпимости принесли участники всемирного бега гармонии. О самом продолжительном марафоне на планете в репортаже наших коллег из телекомпании Уралинформ ТВ. Символ гармонии и мира на планете зажигается раз в два года в Нью-Йорке у штаб-квартиры ООН. После этого факел отправляется в путешествие по всем континентам. Азиатско-тихоокеанская часть забега началась 5 марта в Новой Зеландии. Посетив Австралию, Индонезию, Сингапур, Японию, Южную Корею, Китай и Монголию, факел гармонии прибыл на российский Дальний Восток. 29 июня участники эстафеты пересекли границу Удмуртии и Пермского края. Всемирный бег гармонии представляет собой непрерывный бег в светлое время суток. Участники – люди разных национальностей и религий. Сменяя друг друга несут горящий факел. Стать участником бега гармонии может каждый желающий и на любом отрезке дистанции. Также можно прикоснуться к главному трофею бега – факелу. Символом эстафеты является горящий факел. Передавая его из рук в руки, от сердца к сердцу, от города к городу, от страны к стране, участники все вместе распространяют послания дружбы и гармонии. Мир в мире наступит только тогда, когда сила любви заменит место любви к силе. В этом году эстафета охватит порядка 60 регионов России. Всего по территории нашей страны, Казахстана и Белоруссии, участники всемирного бега гармонии преодолеют 21,5 тысячи километров. Это больше половины земного экватора. Виктория Иванова, Александр Аксенов, Часпик. В минувшее воскресенье в Березняках прошел второй в этом году открытый чемпионат города по велоспорту. Участники боролись за первые места в своих возрастных категориях. За ходом гонки наблюдал Виктор Вишневский. По центру, на спину, на поясничку. Набирай сдать. Машина! За первую ступень пьедестала пришли побороться 84 участника, большинство любителей. Самому маленькому ездоку всего 5 лет, а самый взрослый – мужчина 1957 года рождения. Трассу мы сегодня испытываем в сторону Яйвы. Вот это у нас 3750 в одну сторону и в другую. Получается два круга 15 километров. Сейчас у нас сегодня стартует на шоссейных велосипедах. То есть трасса по шоссе, вот такая скоростная. Кто лучшее время покажет, тот и выиграл. Три, две, одна. Старт! Старт дан. Первыми в заезде выступают представители младшей возрастной группы – дети 2002-2006 года рождения. Участники с интервалом в 30 секунд отправляются с одной отметки. Спустя примерно минут 20 первым финишную черту пересекает Егор Игошев. Там очень сильный ветер. Трасса какая-то необычная. Все вот такая вот. С горами трасса. Нигде не потеряли? Тяжелая. Нет. Там видно поворот, где показаны эти. Там еще дядька стоит, показывает. Ну что, поворот. Егор стал победителем среди юношей 2002 года рождения и моложе. В возрастной категории 2000-2001 года первым приехал представитель кунгура Жеруев Дмитрий. Победительницей того же возраста стала воспитанница Дюстш Нортон Юниор из Перми Бусыгина Елизавета. Среди юношей 98-99 года рождения первое место занял учащийся школа номер 3 Шишигин Илья. В категории 96-97 года рождения равных не было представителю Дюстш Олимп Антону Грищенко. Из девушек лучшей стала Макроусова Кристина из Перми. Виктор Вишневский, Антон Бадагазин. Новости на ТНТ. Триатлон, катание на катамаранах, армрестлинг и соревнования по рыбной ловле. Все это можно было увидеть в минувшие выходные в Уссолье. 7 и 8 июля там проходила традиционная строгановская регата. Побывала на ней и Любовь Бухаринова. Ну все, давайте финишная прямая. Прозрачные камские брызги долетают до берега. Вот так Рьяна идет к финишу катамаран команды из Уссолья. Возглавляет ее Анастасия Малахова. Девушки не впервой штурмовать водную гладь. С друзьями Настя постоянно ходит на сплавы. Оттого, наверное, и задание проплыть круг на скорость кажется ей достаточно легким. Ну мы туристы, так что без катамаранов наша жизнь. Сплавляемся ежегодно. Строгановская регата объединила сразу 7 видов соревнований. Этап Кубка мира по триатлону, велотриал, армрестлинг, рыбная ловля, армейский лазертак, легкоатлетические соревнования и заплыв катамаранов. Одно из самых захватывающих зрелищ – блеск спид спортивных велосипедов при прохождении спортсменами. Это Покупка по триатлону. Принимает участие в нем и березняковский спортсмен, ветеран триатлона Николай Волохов. Это моя жизнь, всю жизнь, лет 50 уже занимаюсь спортом. На выносливость по всем видам мы пошли. А это показательное выступление по велотриалу. В Уссулии спортсмены демонстрируют одну из разновидностей велоспорта – фристайл на велосипедах с низкой вилкой. Это достаточно уровневая вещь. Этап Кубка России всегда хорошо, когда такие вещи проходят в Березняках. В Уссулии хороший уровень спортсменов вообще стимулирует людей кататься на велосипедах, бегать. Здоровый образ жизни вообще. В Строгановской регате приняли участие не только жители Уссулия и Березняков, но даже и гости из Перми, Москвы и Краснодара. Эти мероприятия очень важны для Уссулия, для Уссульского района. Потому что по генеральному плану, который сегодня имеется, генеральному плану развития, мы понимаем, что наша территория, территория правобережья, это территория, предназначенная самой природой и жизнью для комфортного проживания людей на этой стороне. И хотя название Строгановской регата подразумевает участие яхт, уже несколько лет мероприятие проходит без них. Возможно, в следующем году организаторам удастся найти спонсоров, и водную гладь Блиссу Солья будут бороздить яхты под парусами. Любовь Бухаринова, Антон Бадагазин, Новости на ТНТ. Мы делаем новости вместе с вами. Если вы хотите пожаловаться на проблему, если вы сняли на видео необычные события или происшествия, если вы знаете то, что будет интересно другим, поделитесь этой информацией с нами. Автор лучшей новости недели получит вознаграждение 3000 рублей. Ждем ваших сообщений по телефону 20 16 20. Это были главные новости города. Далее вас ждет прогноз погоды и очередной выпуск реалити-шоу «За гранью возрождения». А я прощаюсь. С вами была Елена Вавилова. Всего вам доброго и до скорой встречи. Прогноз погоды представляют. Климат-маркет, технологии климата. Весь июль аттракцион неслыханной щедрости. Выбери скидку сам. От 5 до 50 процентов на любой кондиционер. Советский проспект 2. Левый пристрой к строймаркету «Агроснаб». Здравствуйте. 10 июля в Березняках ожидается переменная область, температура воздуха плюс 24, плюс 26 градусов, ветер юго-западный, 5-6 метров в секунду, атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Распутина и Екатерина. Специально для программы новости на ТНТ. В июле скидка на кондиционеры до 50 процентов. Скидку выбирайте сами в любом климат-маркете. Все очевидно. Технологии климата. Левый пристрой строймаркета «Агроснаб». Советский проспект 2. Телефон 29 25 99.